Канализация То, что беспризорники шарятся по канализации, было похоже на сифилис. Все о нем знали, но обсуждать приличной компанией это было не принято. Канализационная охота, искусство поиска в канализационных трубах блестящей добычи, было достаточно прибыльным занятием для тех, кто был склонен к подобному, но достаточно опасным в непогоду. Наводнения смыли многих, кто искал пропитание за счет монет, часов и колец, что в какой-то момент покинули своих владельцев и отправились в небольшое путешествие. Попасть в ее дом отсюда? Кобылка была права, с горечью призналась себе Твайлайт. В ее ванной было нечто вроде люка для техобслуживания, который должен был быть заперт, когда им не пользуются. Замок, правда, был не сильно хороший. Во многих домах не было хорошим замков в ванной, сообщила Твайлайтску Талу. Уж она-то знает, уверила она единорожку. У нее даже есть список, где какой, продолжила делиться информацией кобылка. Это была информация, которую, однажды услышав, забыть невозможно. Если бы это была французская канализация, то ей можно было бы посвятить 14 страниц любовной прозы. Однако они были в контрлотской канализации, так что можно было ограничиться двумя словами. Тут воняло. Если бы требовалось более развернутое описание, то Твайлайт могла бы уточнить, тут ужасно воняло. Рейнбоу Дэш парила рядом с ними. Скуталу посмотрела на нее. «Должно быть хорошо, что тебе не надо пробираться с нами через всю эту грязь. Хотела бы я уметь летать». Пегаска недоуменно уставилась на кобылку, крылья замерли, и Дэш медленно спланировала, погрузившись в воду по щиколотку. К счастью, более чистую, чем ожидала от канализации Твайлайт. И пошла рядом со Скуталу. Она на мгновение поморщилась. Мокрые ноги вряд ли были желанными хоть для кого-нибудь, но также быстро пожала плечами. «Прости, малышка, было невежливо с моей стороны. Не надо было так в это выпячивать». Скуталу решительно покачала головой. «Ты не должна делать это, если не хочешь. Я не возражаю». «Должна», — пронеслось в голове Твайлайт. «Не волнуйся об этом. В любом случае болота в Зебрике будут куда хуже, чем это. Так что это просто хорошая тренировка». Беззаботно согласилась Рейнбоу. «Ты хочешь отправиться в Зебрику? А зачем?» «Я собираюсь стать исследователем, приключенцем, чтобы у вас дикие заросли и все такое». Воскликнула Пегаска, четко выговаривая каждый восклицательный знак. «Твайлайт собирается финансировать для меня большую экспедицию, потому что она у нас большая шишка. Да и вообще пони, что надо». Твайлайт почувствовала, как обе пары глаз уставились на нее. «Очевидно, похвала от Рейнбоу значила гораздо больше, чем даже шоколад, фигурально выражаясь». «Сколько еще осталось?» Пегаска задумчиво кивнула. «Отличный вопрос. И вообще, куда мы идем? Я готов к приключениям, но думаю, что надо определиться с целью». «Это, ну, в одно место. Прямо вперед. Примерно 500 шагов прямо, а потом 200 налево». Оглянувшись на Твайлайт, Скуталу слегка пожала плечами. «Для вас поменьше, потому что у вас ноги больше». «Значит, недалеко». И все же это было не так уж и тяжело. На самом деле, Твайлайт была не так уж и не в форме, особенно после тренировки, которую ей недавно устроила Рерити. Здесь, в темноте, в ужасной и вонючей канализации, она никогда не видела Дэш такой расслабленной. И Диношка подозревала, что Скуталу тоже давно столько не улыбалась. У нее не хватало духу желать, чтобы этот путь был покороче ради любой из них, независимо от того, сколько всякой гадости ей придется обойти. Они выбрались на довольно невзрачную улицу. Тяжелая крышка канализации сдвинулась в сторону, когда три мокрых пони выбрались из зловонного подземелья. «Ну, вот мы и пришли. Думаю, теперь вы можете идти». «Чего? Да ни за что!» – запротестовала Рейнбу. «Я хочу увидеть твоих родных и сказать им, какая у них потрясающая маленькая кобылка выросла». Твайлайт открыла рот, чтобы возразить, но тут же захлопнула. Они уже получили от Скуталу все, что им было нужно, но, похоже, Дэш хотелось большего. «И какого сена? Разве это может повредить?» За несколько секунд на лице Скуталу промелькнуло множество эмоций. Гордость, стыд, смущение, гнев и боль. Прежде чем остановиться на углюмом поражении. «У меня, вообще-то, нет никаких родных, ясно?» Дэш выглядела смущенной такими словами, хотя Твайлайт уже успела сложить все кусочки головоломки. Бегаска же была... Слово «хранительное» может и не совсем подходящее, но, тем не менее, оно было удачным. «Как это? У тебя нет никаких родных, мелкая?» «Я в том смысле, что куда ты идешь на ночь? Где ты спишь? Кто о тебе заботится?» Хм, а может быть, «хранительное» самое подходящее слово. Скуталу могла бы сделать многое. Убежать, разозлиться, обматерить их, пнуть Рейнбоу Дэш в голень, расплакаться. Из всего этого, пожалуй, наименее вероятным был бы честный ответ. Но именно эта кобылка и выбрала. «Я вроде как сирота, понимаешь? Ну, в том смысле, что мои родители все еще живы где-то, но прямо сейчас я просто...» Она указала копытом на один из приземистых кирпичных домов, выстроившихся вдоль улицы. «Я вроде как тут тусуюсь». «Ого!» — пробормотал Рейнбоу. «Сурово!» «Угу». Дэш инстинктивно потянулась к пробковому шлему, которого на ней не было, чтобы опустить на глаза короткие поля, которых тоже не было. Вместо этого пегаска просто почесала копытом в затылке. «Ну, тогда я все еще могу встретиться с твоими родными». «Я же только что сказала тебе», — пробурчала Скуталу, мельком взглянув на Твайлайт. «Я не знаю, где они». «Нет, я не про них». Рейнбоу махнула головой, указывая на тот же самый дом, на который указывала и сама кобылка. «Я имею в виду твою настоящую семью. Ты же говорила о других, верно? И тебя волнует, что они подумают. Значит, они вроде есть твоя настоящая семья, правильно?» Твайлайт со Скуталу пристально уставились на пегаску, к ее большому неудовольствию. «Чего?» При этих словах кобылка крепко обхватила ногу Дэш, и, судя по всему, что бы ни происходило в мире, отцепляться она не собиралась. Твайлайт продолжила смотреть на Рейнбоу, даже когда пегаска уставилась на нее в явном замешательстве. «Чего?» — беспомощно повторила она. «Что я такого сказала?» Единорожка даже не знала, что на это ответить. «Ты или самая гениальная идиотка, которую я когда-либо встречала, или самый тупой гений?» Пронеслось в голове Твайлайт, и пришлось приложить немало усилий, чтобы не произнести это вслух. Дверь в сиротского приюта распахнулась, и в проеме арки появился очень сердитый маленький жеребчик шорсткой медного цвета. Кепка газетчика была низко надвинута на глаза, так что дым от его... Ну, он же был слишком юн, чтобы курить, не так ли? Сигареты угрожающе растекался вокруг лба. Изоданная жилетка только сильнее подчеркивала образ беспризорника, который совсем не соответствовал мелодичной, грустной и задумчивой скрипичной музыке, лившейся из-за его спины. «Чего за поргу вы тут несете?» «Скутало, а барманка-то рыжая. А ну отвали от этой хреновой кобылы, или...» «Заткнись, браз. Она классная». «Что, правда?» Жеребчик, теперь известный как браз, прищурившись, выглянул из дверного проема. «А, такая же манерная, как сутенер, если бы я когда-нибудь их видел». Кивок в сторону Твайлайт. «А, это выглядит как вылитый крахмальный воротничок». «Была ли колониальная форма манерной?» «По видео, ну да. И что плохого на крахмальных воротничках?» «Придаёт им хрусткости. Хруст — это хорошо». «Скутало, наконец, оторвалась от ноги Дэш, и Твайлайт была уверена, что треск ей просто померещился. «Да, но это она принесла нам еду прошлой ночью и...» Всё, что Скутало собиралась сказать, было прервано, когда Дэш зубами вытащила кукри из ножен на поясе. Полированный металл, угрожающий поблёскивал на свету. Все замолчали. Пегаска молча передала нож, больше похожий на изогнутый меч, Скуталу, которая приняла его с благоговением религиозного артефакта. Однако под его тяжестью голова кобылки опустилась совсем низко. «У меня есть меч!» — объявила Рейнбу. «А у тебя есть меч? Потому что у меня он есть!» Брас помолчал и вздохнул. «Ладно, принято. Она классная». Жребчик вышел из двери, пару раз кивнул головой. «Ну ладно, тогда пошли. Медау Грас испекла торт, и вёл обеспокоиться о тебе». Нежная музыка скрипки задрожала в предвкушении. Рейнбу Дэш забрала обратно свой меч у Скуталу, которая прыгнула, как пробка, когда вес исчез, и шелестом вернула его в ножны. Они потрусили к двери, с очень смущенной Твайлэйт позади. «А ну-ка, погодь. Это всё, конечно, круто для этой вояки». Брас махнул головой в сторону пегаски, когда она проходила мимо него в вестибюль. «Но как насчёт богатейки?» «Она дула нам еду!» «Которую ты бы и так сперла. Короче, так себе заслуга. Я ей не доверяю». Скуталу на мгновение задумалась. Задумчивый взгляд пропал, когда кобылка прошла мимо жеребчика, а тот не сводил глаз с рога Твайлэйт. «Ладно, помнишь, как недавно над библиотекой запекли цеплёнка-гриль прямо в доспехах?» «Хм, ну так». «А на». «Чё без дураков?» Глазообразы загорелись вновь обретённым уважением. «Так чё она тут делает?» «Красные мундирники извинились перед ней за это, хотя сейчас она должна находиться под домашним арестом, вроде как». Глаза Твайлэйт в шоке распахнулись. «Я от тебя этого не говорила!» крикнула она мимо жеребёнка в коридор. «Ты что, думала, что я полезу у чертя голову, не проведя предварительную разведку? Хм, тупые кобылки здесь долго не живут». «Хм, туше». Брас медленно кивнул. «Хорошо, тоже сойдёт. Лучи смерти — это круто. Заходи. Пойду найду Матрону и скажу ей, что у нас гости». Обаятельная струнная музыка теперь уже почти достигла Аллегра от возбуждения. Твайлэйт переступила порог, и Брас снял кепку перед проходившей мимо дамы. Дверь захлопнулась за ней, и задвижки, защёлки и за совы скользнули на свои привычные места. Дом — милый дом. Это жилище и правда было... милым. Действительно милым. Деревянные панели на стенах были старыми, а лак везде облупился, зелёные обои местами были покрыты плесенью. Воздух был душным и неподвижно висел по углам. Мебель, очевидно, была поддержана уже при трёх предыдущих владельцах. Но, тем не менее, это всё было мило. Возраст не уродовал, а... Тут было такое же чувство, как от посещения чьего-то эксцентричного прапрадедушки. Время не было к нему благосклонно, но оно оставило его личность в полном порядке. И Твайлэйт точно знала, что беспризорники в столице могли жить и очень часто жили намного хуже. Слева от неё лестница из орехового дерева исчезла на верхних этажах. Справа были распахнуты двойные двери в гостиную, где виднялся горящий камин, книжные полки, на которых всяких диковинок и безделушек было куда больше, чем книг. И светоголубая кобылка, примерно того же возраста, что и с куталу, стоявшая в углу и игравшая на великолепно отполированной скрипке. Вокруг маленького кофейного столика из красного дерева не было недостатка в мягких местах, чтобы присесть, включая даже старое кресло-качалку. Но кобылка оказалась вполне довольствовалась тем, что стояла. С куталу уже подбежала к ней, оставив дошлюбоваться блестящими сокровищами, заполнявшими комнату. Твайлайт последовала туда же, оставив пегаску там, где она была. С куталу сидела рядом с кобылкой, которую, как догадывалась единорожка, была виолой, хотя играла она определенно на скрипке, и шуршала, копаясь в карманах своей куртки. «Привет, виола!» Догадка Твайлайт была верной. «Я принесла тебе шоколад, так что...» «Нет!» Звизнула другая кобылка, даже моложе с куталу. «Нет, нет и нет! Ты обещала!» Голос принадлежал очень разозленной, маленькой желто-зеленой кобылке, шерстка которой напоминала лук после сильной засухи. Кобылка неслась по комнате так быстро, как только позволяли ее короткие ножки. Белую выцветшую ночную рубашку на ней спереди прикрывал нарядный здраный и потертый фартук, испачканный тысячами соусов от, судя по всему, тысяч разных блюд. «Ой, Медауграс, позволь мне!» «Нет, там и так мало!» «Да и торт почти готов!» Продолжала настаивать кобылка. Она выхватила плитку шоколаду с куталу. «Ох, ты его даже согрела для меня! Так будет гораздо быстрее!» «Спасибо!» Маленькая кобылка даже подпрыгнула от возбуждения. Твайлайт решила, что ей следует вмешаться. «Ну, вообще-то, я дала шоколадскую талу, так что...» Медауграс ахнула от волнения. Она, должно быть, была пегасом, потому что ее ночная рубашка трепыхалась у нее по бокам. «Так, это вы!» воскликнула кобылка, прижавшись к ноге, смутившаяся Твайлайт и внезапно закашлившись в попытке перевести дыхание. «Спасибо! Спасибо, спасибо!» «За...» «Ух, если вы уже тут...» Медауграс повернулась и убежала, прихватив с собой шоколад. Твайлайт в замешательстве посмотрела на скуталу, надеясь услышать объяснение и узнать, действительно ли она так обеспокоена потерей своего выигрыша, как следовало бы. Вместо этого оранжевая кобылка, явно встревоженная, достала из другого грязного кармана на свой платок и без единого слова вытерла им то место на ноге единорожки, куда кашлянула Медауграс. «Не беспокойся обо мне! А как насчет шоколада? Я в том смысле, что могу просто пойти и взять еще...» «Все нормально!» Скуталу поморщилась, пряча платок обратно в карман. «Это не то, о чем я беспокоюсь!» Твайлайт взглянула на свою ногу, там все еще осталось несколько красных пятнышек. Ох! Виола захихикала, скрипичная музыка не умолкала и даже не замедлилась ни на секунду. «Медаукрас такая глупышка, правда?» Выражение мордочки Скуталу не изменилось, но ее голос был полон тепла и доброты. «Да, так и есть!» Твадат решила сменить тему. «Ты очень хорошо играешь, Виола. Кто тебя научил?» «О, эм...» «Никто». Пробромотала кобылка и на бледно-голубых щеках появился румянец. «Я вроде как сама научилась». «Значит, ты просто читаешь ноты и разбираешься в них, или...» «Ой!» Скуталу сильно легнула Твайлайт прямо по голени и бросила на нее на редкость суровый взгляд. Виола просто открыла глаза и печально посмотрела сквозь единорожку. Та вздрогнула от вида этих глаз. Они были... Ладно, было бы проще сказать, что их не было. Радужка и зрачки были почти такими же белыми, как и белки, и покрыты тонким молочным глянцем, голубоватым, как лед зимой. Они едва отражали рассеянный свет комнаты. Судорожный вздох застрял в горле Твайлайт и умер там же собственной жалкой смертью. «Все в порядке, Скуталу», пробормотала кобылка. «Она не знала». Оранжевая кобылка решительно топнула копытом. «И все-таки спрашивать о таком не следовало». «Но почему?» Виола прервала ее слабой улыбкой, прижав уши, чтобы не встречаться с ней взглядом. «Она не думала, что я слепая. По-моему, это очень мило». «Ого!» Воскликнула Рейнбоу Дэш, проносясь через комнату от снежного шара, который она трясла, и рухнув на колени прямо перед Виолой. «У тебя такие крутые глаза! Как ты этого добилась?» Кобылка слегка сглотнула. Музыка, наконец, замерла, когда скрипка опустилась. «Разбив химикатов. На фабрике, где я работала. Мне было очень больно, и теперь я ничего не вижу». «Да, вообще отстойно!» Пробормотала пегаска, приближаясь очень близко к кобылке к ужасу Твайлэд из Куталу. Это было все равно, что смотреть, как грузовой локомотив приближается к остановившемуся на путях пассажирскому вагону. Оранжевая кобылка особенно сильно испугалась и начала тыкать даже вбок. Та, оказалось, ничего не заметила. «Значит, ты не видишь, как потрясающе выглядят твои глаза?» «Нет, большинство пони просто думают, что я... ну, странно. Или говорят мне, что они жуткие». «Только потому, что ты не видишь? Я в том смысле, что не умею играть на скрипке, а ты умеешь и думаешь, что я странный из-за этого». «Нет». «Ну вот и все», просто закончила Рейнбоу. «Все очень просто, и я отмудохаю любого пони, кто скажет обратное». Виола искренне хихикнула, услышав это. «Брас вообще-то уже так и делает». Рейнбоу кивнула, а потом заколебалась. «Ну, я сейчас просто кивнула, и звучит так, что Брас хорош пони». Виола снова хихикнула. «Ну да, но я предпочитаю следить за своими карманами, когда он рядом». Предупреждение было произнесено настолько серьезно, насколько такая маленькая кобылка могла. Но Твайлайт подумала, что сохранить серьезное выражение мордочки кобылке было трудно. Ох, а теперь это привлекло внимание Дэш. «Ого, он умеет лазить по карманам? Ух ты, я всегда хотела научиться. Ладно, ждите здесь, я должна по-быстрому спросить его кое о чем». И с этими словами Пегаска вылетела из комнаты быстрее пули, даже с куталу выглядела такой же растерянной, как и Твайлайт. «Что, только что произошло?» Виола снова захихикала, ее голос был похож на колокольчики. «Странная она, правда?» Слух размышляла слепая скрипачка. Иронию Твайлайт не могла не заметить. «Но мне кажется, думает она в правильную сторону». «Мне тоже так кажется», согласилась единорожка. Меда Уграс влетела в комнату так быстро, как только могли нести ее маленькие ножки. Она попыталась остановиться примерно на полпути через не такую уж и маленькую, но и не сильно большую комнату и заскользила по деревянному полу навстречу проблемам, крутясь вокруг собственной оси, пока, наконец, не уперлась крупом прямо в скуталу, виолу и копыта Твайлайт. Кобылка уставилась на единорожку большими выбученными глазами, но только прошептала что-то на ухо скуталу. Нахальная маленькая кобылка тоже вздохнула. «Правда? Все?» Меда Уграс быстро закивала вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. «Но там же не хватит!» Пожаловала скуталу высоким гнусавым голосом. Это напомнило Твайлайт чуть ли не в первый раз, насколько юными могут быть эти жеребята. Тяжелая жизнь, возможно, заставила их быстро повзрослеть, но они все еще были жеребятами, ведь так? «Все там хватит!» прошептала Меда Уграс, прежде чем снова выскочить из комнаты. Скуталу с несчастным видом смотрела и след. «Ладно, я все сделаю, подожди тут Яйцеголовая!» Твайлайт бросила на нее строгий и недовольный взгляд. «Ээээ, извините, мисс Яйцеголовая!» Твайлайт Спаркл. «Ой, да, извини, я забыла, Рейнбоу Дэш просто постоянно продолжает называть тебя так, я забыла, что это не твое имя». «Стиснуть зубы, не огрызаться, не ругаться, в этом никто не виноват». «Ну, вообще-то Дэш виновата, но если я начну обвинить ее за это, то ведь есть вещи похуже, которые я пропускала мимо ушей». «Просто Твайлайт будет нормально, Скуталу». «Прости!» Снова серьезно призналась кобылка. Знак уважения? Не может быть. Так или иначе, Скуталу тоже вышла через боковую дверь, расположенную напротив двойной двери, через которую они сюда вошли. Твайлайт даже не заметила дверь с той стороны. В самом начале она скрывалась за книжной полкой, а потом... Странно, как самые очевидные вещи могут прятаться, просто находясь в местах, где вам и в голову не придет искать. Виола казалась очень смущенной. «Ты знаешь, о чем они сейчас говорили?» «Нет». «Ох...» Долгое молчание. «Э, Твайлайт, да? Ты ведь та кобылка, которая владеет библиотекой, верно?» «Ну да, наверное. У меня есть библиотека, но она не публичная. Я не выдаю книги почитать». Виола заметно побледнела. «Ох, божечки. Хм? Ничего. Кобылка немного встряхнулась, но неосознанно. Ну, она встряхнулась, как пинки-пай. Виола снова закрыла глаза и крепко зажмурилась. «Значит, ты умеешь читать?» Твайлайт фыркнула. «Да, можно сказать и так». Улыбка кобылке вспыхнула, как восходящее солнце. «О, о, тогда не могла бы ты, пожалуйста, почитать мне». Виола покраснела, и смычок снова задел струны. Кобылка, казалось, даже не осознавала, что делает, но яркий мажорный аккорд воплощение самой радости. Несколько быстрых, возбужденных нот бурлили и пенились, образуя одну музыкальную фразу. «Я люблю книги, но...» Виола замолчала. Подразумеваемый смысл тяжело давил, несмотря на отсутствие слов. «Брас иногда читает мне, но у него это не очень хорошо получается. Он сильно расстраивается, и это совсем не весело. Слайд-ролл может читать очень хорошо, но не хочет этого делать». «Не хочет читать?» Растерянно повторила Твайлайт, «Как такое... Как такое вообще может быть возможным?» «Он думает, что когда читает, выглядит слишком манерно». Виола печально кивнула, тон музыки сменился чем-то печальным и мрачным. «Хмм...» 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 Стиснуть зубы. «А что насчет скуталу?» «Или кого-то еще?» Кобылка немного подумала, минорная нота заиграла еще энергичнее, озвучивает свои мысли. «Ну, вот, капитан, он очень хорошо читает и даже параллелям, но это причиняет ему боль». «Одна длинная, пронзительная, жалкая нота». «Но он думает, что я этого не знаю, и он очень храбрый, но он постоянно занят, а скуталу...» «Уши кобылки высоко поднялись и слегка повернулись, эквивалент оглядывания вокруг для слепых». «Она не умеет читать, как и медуграс или флаткап». «Хм...» 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 Твайлайт обдумала услышанное очень, очень быстро и пришла к стремительному, очевидному и неизбежному выводу. «Конечно, я могу тебе почитать», сказала единорожка, добавив в голос тепло и улыбку. «И даже паралля, если захочешь». «Я была бы благодарна». Виола медленно кивнула, но тем не менее решительно. «Даже, если это только до тех пор, пока не вернутся остальные». Твайлайт тоже на мгновение задумалась. «Но тогда надо брать что-нибудь короткое и милое, не так ли? Вы сами выберете. Я думаю, у нас много книг». «Конечно, это было не так, но для таких бедных жеребят это была настоящая сокровищница. Книги стоили недешево, а зимой они горят жарко и быстро, если вам удастся наложить на них копыта. Достаточно, чтобы разжечь огонь побольше». «Яресь, конечно». «Ну, а как насчет поэзии? Ты знаешь какие-нибудь стихи?» Виола покачала головой. Твайлот мягко улыбнулась. «До недавнего времени мне поэзия давалась просто ужасно, но вот этим я очень горжусь. Это стихотворение написала очень одинокая кобылка, которая влюбилась в луну». «Нет, а звучит совершенно абсурдно», фыркнула Виола. Твайлот продолжала улыбаться. «Ну, может быть, чуть-чуть». Единорожка начала декламировать и параллельно с этим музыка маленькой скрипки стала громче, подобрав нужные аккорды. Казалось, что мелодия извлекалась непосредственно из слов. Это ощущалось... Ощущалось более полно, чем просто слова. Если бы только существовал способ послать музыку через эфир, через эту бесконечную пустоту. Возможно, на ракетном корабле нашлось бы местечко для маленького заводного проигрывателя. Твайлайт закончила, и в этот же момент последняя нота Виолы задрожала и замерла в неподвижном воздухе, умирая медленно и драматично, словно в классической трагедии. Маленькая светло-голубая кобылка выглядела задумчиво, она уже открыла рот. Слишком поздно, двойные двери вновь распахнулись, и торжествующая Медау Грасс решительно шагнула внутрь со свежеиспеченным тортом. Он был покрыт толстым слоем шоколадной глазури и был водружен на кофейный столик красного дерева. За кобылкой следовали Рейнбоу Дэш, Скуталу, Брас и еще трое жеребят, с которыми Твайлайт еще не встречалась. Один маленький, коричневый, шерсткой цвета мешковины в тех местах, где он не был покрыт сажей и маслом. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он носил спецовку почти того же оттенка, что и шерстка, так что было трудно сказать, где кончается жеребенок и начинается комбинезон. Однако его кепка была безупречно чистой. Другой был скользким, совершенно в другом смысле. Борья крупный, даже выше Браса, но куда менее коренастый. Он носил толстую безрукавку и двигался в ней так, словно гордился дешевой лоскутной кожей. Его грива была аккуратно зачесана и уложена в прическу, которую словно украли из десятилетия, что еще не наступило. Смышленные глаза, однако, поблескивали сталью. Но больше всех единорожку поразил третий жеребенок. Она догадывалась, что это тот самый капитан, о котором Виола упоминала ранее, потому что кем он еще мог быть? Деревянная нога и повязка на глаз у такого молодого жеребчика. Но он двигался с большей уверенностью, чем Брас, а ума во взгляде его глаз было больше, чем у скользкого пони в обоих разом. И кто знает, сколько еще скрывала повязка. Но в конечном счете его добрая и теплая улыбка говорила, что все будет хорошо. Хм, значит, опытный обманщик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин